А там абсолютно ничего, никакого. Люди не ходят, говорят, что рекламы нет, мы не знаем, что вы сюда переехали. Бегаем, ищем, спрашиваем. То есть, когда нас перед тем, как рынок закрыт, информацию дали хорошую, что мы не работаем полтора года полностью. А как нас туда перевели, информации никакой не оповестили, что люди белорусского рынка именно находятся на этой территории. Сами делайте рекламу, сказали, за свои деньги, за свой счет. Мы разрешаем, месяц Волку сказал, повесить что-нибудь типа рекламного счета. Больше ничего. То есть, вас потерял ваш клиент, по сути, а вы потеряли доходы. Да, 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 70% это большинство людей потерялись, конечно. А какой выход, вот, например, сейчас? Ну, ладно, первый вариант, это вернуть сюда, обратно все. А если там как организовать, чтобы у вас снова пошли какие-то клиенты, доходы? Реклама, реклама, реклама должна быть и снизить, это не знаю. Для такого вот этой площади аренда очень большая. Для них это 3 800, они считают, не, это мы вам и так, по мупорской ценам сделали аренду, это нормально. Ну, они считают, но способности нет. Я просто ищу уже работу себе, такой возраст, до слез, желтые, я говорю, слезы глотаю. Не берут, 47 лет мне. Ну, понятно, конечно. Не берут, не в магнит, не в дикси анкету заполнить, тишина, полная тишина. Вот, то есть такие большие сети магазиновые не берут. Не так-то попасть сейчас очень. А у вас была аренда здесь какая? Ну, у нас когда вот 2 800, у меня 2-шка, 2 на 2, полотка, 2 800 было. Да, ну, неужели за этот промежуток она так выросла, на, сейчас мы платим 3 800. На 1000 больше за чем. Неужели она так возросла? Ну, и у нас же еще плюс грузчики прибавили, потому что расстояние больше. Вот, они нам говорят, вставьте в наши камеры хранения товар, но там одна сумка за сутки 13 рублей. Ситуация была критическая, понятно, что у каждого была своя позиция. А виноватым все равно, в основном, кто вышли, вышли, виноваты. Да, виноватым в том, что нас здесь обанкротили и все, всех. Все, мы все обанкротены здесь на этой площадке, больше ничего. Через месяц, через вонюшу уйдем. Здесь сейчас все просто поудут, мы уже держимся, не знаю на чем. Это просто вот лишь бы продать и поесть, купить и как-то продержаться. Здесь, во-первых, сколько вьетнамцев торгует, какая конкуренция, мы просто не выживаем. Они стоят на все на хороших местах, вьетнамцы на самых ходовых местах. А здесь правильно, здесь это рынок, он тупик. По-хорошему здесь надо было и ворота делать хорошие, и ряды, может быть, в длину все как-то ставить, чтобы были проходные, а не так, переулками, закоулками. Вот мы стоим, что там, две палатки в ряду. И также тут лабиринты, не знаю, какой выход. Эта площадка вся была открыта, и она со всех сторон была открыта. Все что, остались в дерьме, не торговля, мы уже близко все к разорению. В чем, мы вот тут уже ничего не имеем. Мы платим только за места, налоги, за это, и все. Мы все, мы ближе уже к разорению, все. Что они добились, гору права, то они... Я не успеваю ставить людей, я не знаю. Вообще ли... Наши потерянные люди стоят вот здесь вот, вот тут вот. Вот далее. Вот наши еще девочки. Девочки наши, это уже... Уже вот наши еще девочки. Вот, вот здесь нам хорошо, очень запах хороший, когда жарко. Покупателям здесь прекрасно. А там вот последнему ряду... Ой, извините. Ничего, ничего, вот за железной палаткой. Там вообще выгребная яма. Вот как-то, наверное, откачивали. Запах был ужасный. Прекрасный. А там туалет, что ли? Да, да, да. У частных домов. Выгребная яма. Сюда, вот. Вы не касаясь рынка, ничего не знаете. Просто придите, как посетитель. Вот найдите выход здесь. Найдите просто выход. А какой тут покупатель сообразит? Вот здесь вот это вот как должно быть? Ряд должен быть открыт, развернут. Это изглухие стены. Это палатки центрального рынка. Они по 20 лет стоят. Они их открывать не будут. Да. А чтобы прийти сюда, в эту палатку, это увидишь открытые ворота. Она вообще купит. Ну да, эти ящики с мусором, да. И смысл платить деньги за такие места. Пожалуйста, где выход? Черт. Все. Каланет железный тюпич. Кирова. Будет он идти досюда, чтобы купить какие-то сванцы. Конечно, он же там вверху уже все купит. Вот у меня если купят мелочок, это те люди, которые увидят, подойдут за пультом. Ну и чисто случайно так посмотрим. А, ну давай возьмем по 25 рублей, все, и побежали. Вот выход один. И вон там у него еще надо найти. Вон там вверху. Все от нас. Не, ну что это тупик? Просто нас заградили, как в этих звериницах. Кругом эти все. Что в звериницах? Как торгуется? Ну, пока не очень. Покупателей мы своих потеряли, половину. Люди нас и нашли. А что можно сделать? Ну, мы думаем, может быть, какую-то рекламу дать. На телевидении. А поможет реклама? Ну, мы надеемся. А что у белорусских рекламных? Не знаю, что нам поможет. Ну, а народ говорит, планировку у меня переставить как-то ряды, сделать их более... Проходными, как у нас было на белорусском. Ну, может быть, и поможет. Потому что очень много тупиковых рядов получилось. Вот, например, как у нас. Люди зашли, а дальше тупик. А дальше тупик. То есть люди оказались не в равных условиях. Доходы упали, конечно. Аренда, ну, да, выше. Три восемьсот. А там было две восемьсот. Вот наш ряд. Одна палаточка, следующая моя палаточка. Здесь еще камуфляж, а дальше у нас рыбки, антенны, и все. Это еще вот здесь вот место закрыто, открыто. А так у нас вот просто вот дальше пустота. Ну, и здесь, в основном, клиент ходит, наверное, вот по этим механическим делам, по рыбкам. Ну, идут вот по камуфляжу, вот подходят, и все, и они идут сразу к рыбкам, кошечкам, к собачкам. У вас доходы? Доходы? Очень плохо. А перспектива какая? Ну, вот если так будет продолжаться, что делать дальше? Выпить. Все, уходить. И куда? Никуда, никуда. Убытки страшнейшие. Обман страшнейший. Что делать в этой ситуации? Не знаю, что делать, но я думаю, что руководству нашего города вообще доверять нельзя. Центральное телевидение, такое, как Никова, считается, наше, объявил зам Никишина, Волков, о том, что мы два месяца здесь стоим бесплатно. Но у нас договора есть, в которых мы ни одного дня не стояли бесплатно, мы стоим за деньги. И очень страшные договора, при котором у нас с ним берут за уборку территории, за уборку территории. А у них за уборку территории. Но у нас места окажутся дороже, чем у них будут. Потому что мы сейчас платим 3,850 без уборки, плюс уборка у них 1200. А у них с уборкой платят люди 4,400, 3,200 места и 1200 уборка. Так что вот такие к торговле ни граммы нету. Вообще бизнес завалит. Знаешь, что разоряется полностью. Что делать? Я имею в виду вот... Что делать? Вернуться в исходное положение, вернуться в исходное положение, вернуться на свои места. Никак с доходами. Каждый день вот ходим. Если тысяча есть, вот лично у меня на детском, то это очень хорошо. Я стою в ВАУ. Я имею в виду. А если так будет продолжаться, какие перспективы? Ну, закрывать надо. А потом куда? Не знаю, куда. Ну, на биржу не возьмут. Я уже на пенсии. Я не знаю, куда. Заводы все закрыты. Я, допустим, инженер. Куда я сейчас пойду? Тем более 57 лет. 57 лет. Куда сейчас кто возьмет? Никаких перспектив. Куда? Я не знаю. Ну, то есть, если вы тут... Если вы тут закроетесь, закончатся и от вас доходы, соответственно, в бюджет, там и так далее. Ну, естественно. Тем более, что вот мы-то платим все. Я вот всю зиму не стояла, потому что там такие стрессы были. А за все заплатила, за весь первый квартал полностью все. Как будто я стояла и работала, и торговала. Ну, все. Это ж уже не первый этот идет, не первый год. Потом товар тоже, как его завозить. Мы не знаем, сколько мы будем здесь стоять. Вот, допустим, я знаю, что договор написан только до Нового года. То есть, это так работать вообще нельзя в бизнесе. Ну, как это можно? Что мне покупать, не покупать? Зимние вещи. Потом я куда их буду издевать? Никак. Чего? Не идет покупать или нет? Вообще плохо, да. Покупателей вообще мало. Там было больше? Ну, там, да, было лучше. Никто не приходит, никто не доходит до нас. А почему они не доходят? Ну, не знаю. И если так вот будет такой поток маленький, что вы будете делать дальше, если доходов не будет? Не знаю даже, не могу сказать. Ну, мы, наверное, куда-то уходить будем. Ну, вот там женщины-то уже пенсионного возраста, а вы-то еще, так сказать... Ну, будем работу другую искать. В магазин пойдем куда-нибудь. Магазины какие-то сетевые? Ну, наверное, скорее всего. Есть такие варианты? Есть, конечно. На круглый стол подъедем же, да? Да, сейчас подъедем, да.